Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович. Так называемый коллективный Запад во главе США на протяжении десятилетий ведёт себя в отношении России исключительно агрессивно. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского элитноцентризма к действительно многополярному миру. Запад, который некогда декларировал такие принципы демократии, как свобода слова, плюрализм, уважение иного мнения, сегодня вырождается в полную противоположность, в тоталитаризм, включая цензуру, закрытие средств массовой информации, произвол в отношении журналистов. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.